Не обязательно иметь крутой телевизионный носитель. Крутых телевизионных носителей сегодня не бывает, чтобы раскрутить проект. Для этого надо много стараний и усилий. Так вот, для того, чтобы раскрутить нормальный телевизионный проект, надо 5 лет. Я уже 10-й год на телевидении. Это автостоп, 5 лет назад стартовал проект «Дом, милый дом». И вот сегодня он приносит результаты. И вот сегодня это даже более востребованный проект. Потому что, ну, на чем все основывалось? Не просто было тупое желание заработать деньги. Зачем? Когда можно поделиться советами, спросить, узнать информацию, донести ее нормально до вашего сведения. Последняя информация. Тут я вот, как говорится, ремонт затеял и понял, что везде нужен бригадир. А бригадир сколько нормальный стоит? Нормальный бригадир стоит, ну, 30 тысяч рублей, это средняя зарплата. Теперь сколько длится ремонт? Чтобы вы понимали. Ремонт длится от 3 месяцев. Быстрее не получится и даже не думайте. Поэтому сразу ограничьте себя в желаниях. А затем уже приедьте сюда, в бригадир, на улицу Ленинградская, 34. Вы здесь поймете, насколько здесь приятные цены. Потому что реально, вот допустим, в ту квартиру, которую я сейчас делаю, вложить 90 тысяч рублей, это 3 секунды дело ровно. И это практически все. Это обои, краски, линолеум, ламинат. Что еще надо? Теперь другая схема, которая вам поможет сэкономить деньги. Если вы здесь же работаете, то здесь вас никто обманывать не собирается. Здесь есть очень приятные скидки. И я вам скажу, что весь ремонт, в принципе, можно сделать самому. Своими руками. Это будет быстрее. То есть вы экономите на бригадире, вместе с бригадиром. А затем уже просто считаете и получаете потрясающий результат. Но сюда приехать могут не все. Естественно, мы должны показать вам еще одну точку. И для этого мы поедем сейчас на стройдвор. И вот это правильно. Сначала головной магазин в Ленинском районе, затем база. И крепитесь, друзья, конкуренты. Дело в том, что в процессе ремонта, либо строительства, не всегда в одном месте есть все. Ну а что более утомляет? Естественно, бесполезная беготня. Ремонт, говорят, начать можно, закончить невозможно. Так ли это на самом деле? Да, да, да. Не заканчивается никак. А вы кого-нибудь спрашиваете, кто умеет разговаривать? Да, а мы... Да я понимаю, дело в том, что вот я в той же самой ситуации. Дело в том, что тоже езжу, езжу, выбираю, выбираю и возвращаюсь. Куда? Куда? Да никуда. В бригадир. В бригадир, да. И некоторая усталость понятна. Вам теперь-то, в принципе, искать и выбирать не надо. В бригадир вам дорога? К справедливости ради заметим, в бригадире есть все, кроме керамики, железюков и сантехники. Тут вам помочь будет сложно. Зато все остальное есть, причем в ассортименте, перечислить который нереально. Здесь правильный выбор, в пользу низких цен и выигрыш в высоком товарообороте. Теперь, что касается гламура. Может быть я ошибаюсь, но сегодня гламур – это не безмозглая трата денег. Гламурно и утонченно могут выглядеть вполне бюджетные материалы, подобранные со вкусом. Евроремонт сегодня современными отечественными смесями и фурнитурой по цене, извините, не тянет на капитальный ремонт. Так что если в объявлении вы прочитали евро, то капитально это в два раза дороже. И евро в новостройке – это более похоже на экономное, потому как в доступном ценовом диапазоне есть все. Творите, выдумывайте, пробуйте. А в бригадире всего этого не перечесть как много. Да и это здесь дешевле. Здравствуйте, товарищи по несчастью. Вы, наверное, ремонт делаете? Делаем. Я не буду говорить, что это очень болезненная процедура, но вот куда вы пришли, чтобы поискать цены дешевые? Ну, в магазин бригадир зашли. Акция на вас тут устраивает? Да что-то пока еще внимания не обратили. Ну, ассортимент? Ассортимент, да, богатый выбор. Ну, вот совет, наверное, человек, который тоже ремонтируется. Сколько приходится точек проехать, чтобы купить одну нужную вещь? Сколько точек? Ну, конечно, если занимаешься этим после долгого периода ничего не делания, в плане того, что не знаешь ни цен, ни предложений, приходится, естественно, порядка пяти точек объехать, чтобы понять, что у нас есть на рынке, какие цены, по качеству, чтобы сориентироваться, и потом уже, собственно, взять все необходимое для ремонта. Тем более, когда, кажется, ремонтом занимается каждая первая строительная фирма, и этих магазинов вагона маленькой пилишки, тем более здесь очень много. Сюда почему зашли? Ну, здесь удобно, очень большие торговые площади, большое предложение, и сами цены, вот даже по сравнению с другими торговыми точками города, очень даже приемлемые. Вы патриот магнитогорского? Конечно. А вы знаете, что бригадир – это чисто магнитогорская фирма? Вот теперь знаю. То есть будем здесь поддерживать наш? Отечественного производителя магнитогорского. Извините, пожалуйста, вы, наверное, самый счастливый человек, вы ремонт завершаете, да? Да. То есть та самая процедура, которая называется все, финал, карниз новый поставить. И карниз надо новый поставить, и штукатурку купить. Да тут много чего надо покупать. Вы сюда приехали по… как? Я постоянный покупатель здесь. А постоянный покупатель, наверное, скидки какие-то имеют хорошие, да? Ну, мне скидку делают, потому что я вот брала блик здесь, брала 25 килограмм, и панели брала здесь. Да все я здесь беру, потому что рядом с домом. А вот вы на сколько выгоды примерно? Я выгоды не ищу, мне что-то поближе, то я беру. И нашего производителя я смотрю, да? Ну, а какой же еще? Да. И вообще у меня бригадир раньше же был в помещении строй двора, я там отоваривалась, а потом мне сюда переехали. Больше площадь действовала, больше выбора стало. И мне как-то нравится здесь. Товару больше, ассортиментов больше. Теперь, как говорится, детальная ориентировка на местности. Чтобы все стало понятно. Мимо счастливо дорогой сантехники и прочего через Вианор. И это если вы повернули в потопе, перед строй двором, то бишь бывшей станции СТО. В ворота налево и до конца. Если с парковки, то посередине, между двумя пестрыми на вывеске, переполненными арендаторами зданиями, по проезду в ГУД. Приедете точно к бригадиру. Что в Ворожнякидзовском районе. Не был я подведутом в России до поры до времени, пока не начал тот самый ремонт. И теперь все стало ясно, что Россия не страшны ни дефолт, ни динаминация. Вот выберем Госдуму президента, а потом можно и доллар, как в Белоруссии, чтобы 55 рублей российских стоил. Потому что все делается у нас. Краски, обои, пластик, да все что угодно. То есть мы научились за последние 12 лет своему производству. У нас строительные смеси все в российские. То есть жить можно. Кто пострадает, если такое случится? Ну опять же не обычные люди. У обычных людей денег это и нет. А денежные мешки? Ну им-то вообще пофиг. В принципе, если у вас есть избытки денег, то, естественно, вкладываться-то надо куда? Ну естественно, в недвижимость. То есть купили квартиру, потому что рано или поздно на трехкомнатной квартиру в Магнитогорске будет стоить столько, сколько однокомнатная в Москве. А это, извините, 5 миллионов рублей. Теперь, ну вот при всем этом богатстве выбора, другой альтернативы бригадиру-то и нет. Почему? Хотя здесь вот все практически для стройки. А вы помните предыдущий сюжет? Мы вам показывали лакокрасочную компанию. Так вот, лакокрасочная компания и бригадиры это все одно и то же. Вы склады видели? Я до сих пор под впечатлением. Вот поэтому в бригадире самые низкие цены.